Екатерина Демина часто просматривает свои фотографии из ночных клубов. С каждым из них связаны только приятные воспоминания. Негатива не было, со стороны персонала точно. Как-то всегда все очень доброжелательно, позитивно. 12 лет назад Катя попала в автомобильную аварию, в результате которой оказалась в инвалидном кресле. Но она по-прежнему ведет активный образ жизни. До сих пор ей удавалось преодолевать все препятствия. С непреодолимым барьером она столкнулась, когда в очередной раз отправилась с подругами в ночной клуб. Контролер, а затем и администратор отказались впустить ее внутрь. Сказали прямо и четко, глядя в глаза. На коляске не пустим. У нас частное заведение, у нас не приспособлено. И что, что частное? Да, это все равно, что частный магазин, они что там. Имеют право не продавать блондинкам или брюнеткам. Нет, это, пожалуйста, они для всех работают. Тут так же, это такая же ситуация. Вернувшись домой, Катя написала о том, что с ней случилось на одном из интернет-форумов. Сообщение вызвало бурную реакцию. Большая часть пользователей девушку поддержала. Но нашлось и немало таких, кто не желает находиться в одном помещении с инвалидами. Обвиняю, что спекулируешь своей инвалидностью. Ты пойдешь все это задумываясь, чтобы пойти в суд и выиграть денег. Не знаю, наверное, люди не готовы. Не готовы оказалось и руководство клуба. К дальнейшему развитию ситуации. От общения с журналистами его представители отказываются. Официальный комментарий появился на сайте клуба. Версия заведения такова. Подруги, сопровождавшие Екатерину Демину, находились в состоянии алкогольного опьянения и не могли обеспечить ей безопасный подъем в танцевальную зону на третьем этаже. Для меня это было очень большим открытием. Сначала сказали, что нас не пускают, потому что с нами девушка на коляске. А потом оказалось, что мы там были и пьяные, и скандалили, и все. Ну, просто неприятно. На сайте клуба размещены правила посещения для людей с ограниченными физическими возможностями. Одно из них гласит, доступ заранее оговаривается с администрацией клуба, чтобы она могла предоставить инвалиду в помощь охранника. Но вот незадача. Эти правила появились на сайте уже после того, как произошел инцидент. Нарушен закон о защите прав потребителей. В частности, право на достоверную информацию об услуге, объяснила Екатерина, юрист Нижегородской организации инвалидов. Сейчас здесь готовят запрос в прокуратуру о правомощности действий персонала клуба. По закону о социальной защите инвалидов Российской Федерации, это статья 15-я закона, организации, независимо от организационной правовой формы и формы собственности, создают условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инженерной и транспортной инфраструктуры. Данный объект вполне подпадает под определение как раз объекта социальной инфраструктуры. По словам Екатерины, она хотела от клуба только одного – извинений. В ответ была готова провести тренинг для персонала, рассказать об особенностях общения с инвалидами. Но теперь, говорит, одна дорога – суд. Дарья Иванова, Роман Серебренников и Татьяна Волкова, Приволжское бюро ТВ-центра, Нижний Новгород.